История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. Освобождение города Харькова совпало с днём рождения дочери командующего фронтом генерала Ватутина. По такому случаю семья приехала к нему на фронт. Усталый, замотанный командующий совсем забыл про подарок для маленькой Лены. 23-го только собрались вроде пообедать, и длинусенькая, и туда-сюда обедать. Я говорю, пап, наш тоже подарок, ты мне всегда подарок. Он говорит, как? А разве я тебе не сказала? Ну, Харьков же вчера взяли как раз к твоему рождению. Талантливый полководец и умный стратег, командующий Воронежским, Юго-Западным и Первым Украинским фронтом, генерал Ватутин заслужил общее признание и всенародную любовь. Его имя навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева на правобережной Украине. Когда в марте 43-го года генерал Николай Ватутин приехал в освобожденное им родное село Чепухино, встречать героя-освободителя сбежали все жители. Он поговорил с односельчанами, он навестил семью и уже собравшись в обратный путь, пообещал своей матери, Вере Ефимовне, что сразу после победы вернется домой. Но он не сдержал своего обещания. Генерал Ватутин не дожил год до победы, умер в Киевском госпитале. И все, что касается его смерти, связано со множеством странных обстоятельств. И до сих пор вызывает много вопросов. Генерал Ватутин похоронен в центре Киева. Сегодня, к сожалению, его дочери Елене Николаевне приходится заниматься делами по переносу захоронения отца. Из Киева все чаще раздаются звонки с требованием забрать прах Ватутина вместе с памятником. Статуя советского генерала у здания Верховной Рады раздражает депутатов. Похоронить Ватутина в центре города, который он освободил от фашистов, была идея Никиты Хрущева. Первый секретарь Компартии Украины принял самое деятельное участие в траурной церемонии. Он умер 15-го, а 17-го его хоронили. А в этот день было как раз Хрущеву 50-летие исполнилось. Так что все похороны были так-так-так, быстренько-быстренько. Похоронили его, и все, мы там остались минуточку, конечно, только в этом Киеве. Было там еще много очень низкомиссий. И тогда нам одна из эпидемиологов как раз и сказала, что он умер не своей смертью, что его довели до этого. Дочь полководца Елена Николаевна уже полвека живет в Праге. Этот город от фашистов освобождали войска 1-го Украинского фронта, которым тогда командовал ее отец. Сам он до Праги не дошел. Что привело к смерти раненого генерала? Бандеровская пуля или ошибка врача? Или это было заказное убийство? Кому мог помешать Ватутин? И почему Хрущев не пустил полководца на лечение в Москву? Ответ на эти вопросы искали многие исследователи. В том числе и его внук, профессиональный историк. Как мог человек, который получил ранение в бедро, в общем-то сквозное ранение, не очень серьезное, погибнуть после этого ранения? К сожалению, полной правды до сих пор нет. Вот сколько документов я пересмотрел. Пересмотрел письма Хрущева Сталину, которые он писал во время болезни. У Хрущева такой вот тон, что Ватутин капризничает. Что ничего там страшного нет, просто вот он не может терпеть боль, не может. Он приходит и к Ватутину, все время говорит, Николай Федорович, ну вы же взрослый человек, что вы так себя ведете? Внук полководца уверен, что именно Хрущев сыграл роковую роль в судьбе Ватутина. Иначе как объяснить, что про смертельную рану генерала было не принято вспоминать даже после войны? Только после отставки Хрущева, когда Ватутину присвоили звание героя, историю его ранения разрешили придать огласке. Давайте заглянем в личное дело генерала. Биография Николая Ватутина типична для того времени. Родился в семье крестьянина. В 20-м году до призыва в Красную Армию работал землемером. Воевал против Махно и банды Беленького. Самая первая его аттестация начинается с фразы «Сила воли развита в высшей степени». За 20 лет Ватутин сделал головокружительную карьеру. От красноармейца до первого заместителя начальника генштаба. С первого дня войны талантливый стратег рвался на фронт, но Сталин держал его при себе. В июле 41-го, когда пал Смоленск, Жуков написал Верховному «Предлагаю поставить во главе Центрального фронта опытного и энергичного командующего». Конкретно – Ватутина. Но в результате ставка отправила Ватутина на Северо-Западный фронт, где тот вступил в бой с войсками генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Война не однажды сводила их друг против друга, но победителем всегда выходил Ватутин. Под Киевом и Сталинградом, под Курском и Харьковом. За его стратегический талант генералы вермахта прозвали его «гроссмейстером». На его счету десятки успешных военных операций и блистательных побед. И вдруг на самом взлете смерть. Неожиданная, странная смерть. Что же произошло тогда, в феврале 44-го? В 1965 году появилась статья человека, который находился в одной машине с командующим, когда он попал в засаду. Это был член военного совета фронта генерал Крайнюков, чьи воспоминания потом и легли в основу официальной версии гибели полководца. По его словам, 29 февраля 44-го года они вместе с Ватутиным находились в Ровно, в штабе 13-й армии, обсуждая план предстоящего наступления. После чего, сложив карты и оперативные документы в портфель, выехали в Славуту, где размещался штаб 60-й армии. Протяженность маршрута была приличной – полторы сотни километров. И Ватутин в целях экономии времени решил значительно сократить маршрут, чтобы не делать объезд через Новоград-Волынский. Он дал своему водителю команду остановиться, достал из планшета карту и подозвал адъютанта. От шоссе отходила в сторону проселочная дорога, по которой можно было срезать половину пути. Свернув с шоссе, кортеж Ватутина проезжал мимо пустых, безжизненных хуторов и деревень, когда вдруг раздались выстрелы. Крайнюков пишет, что возле села Милятин была бандеровская засада. Но вместо того, чтобы на скорости проскочить ее или развернуться, Ватутин дал команду к бою и первым лег в солдатскую цепь. Последний бой командующего был скоротечным. Нападавших, по мнению Крайнюкова, было более 300, а их вместе с охраной всего 10 человек. Патроны подходили к концу. Загорелась одна машина, потом другая. Ситуация становилась крайне опасной. И Крайнюков посоветовал Ватутину покинуть поле боя, чтобы спасти оперативные документы. Но тот наотрез отказался. После того, как вражеская пуля пробила Ватутину бедро, он приказал адъютанту забрать у него портфель, чтобы карты не достались врагу. Раненого генерала вытащили из-под обстрела на плащ палатки и после перевязки отправили в Ровно, где сделали операцию. Ночью Крайнюков доложил Сталину о происшествии, описав характер ранения. Сквозное пулевое правого бедра с переломом кости. Врачи настаивают, пишет он, в течение суток его не трогать, а 2 марта обязательно эвакуировать самолетом в Москву. Однако Ватутина санитарным поездом направили в Киев, куда до лечения прибыли лучшие специалисты. Тут сразу возникает много вопросов. Например, как мог военачальник такого ранга передвигаться почти без охраны? Кто мог устроить на него засаду на территории практически освобожденной от врага в глубоком тылу? Наконец, почему раненого генерала отправили лечиться в Киев, тогда как Сталин приказал доставить его в Москву? Казалось бы, ответ можно найти в материалах расследования, которые ведомство Лаврентия Берии провело сразу после покушения. Но на материалах оказался гриф совершенно секретно, и долгие годы тайна гибели генерала Ватутина оставалась под замком. Несколько лет назад белгородский писатель Василий Журахов, собирая материал для книги про своего земляка генерала Ватутина, встретился с его дочерью и с удивлением узнал от нее, что серьезного расследования по факту нападения на полководца так и не проводилось. Ватутина должны были по закону допросить в качестве потерпевшего, признать потерпевшим, возбудить уголовное дело. И в дальнейшем, если бы эти люди были пойманы, кто стрелял в Ватутина, то на суде должны были быть представители потерпевшей стороны. Это, скорее всего, это была бы его жена, допустим, на этом процессе, скажем так. Но этого ничего не было, допроса не было, ограничились материалами служебного расследования. Юрист по образованию Василий Журахов был не просто знаком с Уголовно-процессуальным кодексом, но и сам в прошлом занимался расследованием похожих преступлений. После разговора с дочерью Ватутина он на время отставил в сторону писательское ремесло и решил провести собственное расследование по факту ранения полководца. Вообще любое расследование начинается с места происшествия. Я решил, ну как, не то что выехать на место происшествия, я не ездил на место происшествия, я там не был, но я решил попытаться найти документы, в которых отрежены вот эти обстоятельства, именно обстоятельства нападения. Бывший следователь, хорошо разбирающийся в законах, проявил редкую настойчивость и добился, чтобы по истечении срока давности с некоторых документов сняли гриф «Секретно». Его интересовало то, о чем генерал Крайнюков не написал в своих мемуарах, а именно, почему кортеж Ватучино свернул с намеченного маршрута. Один из рассекреченных по просьбе Журахова документов – вот эта справка, составленная офицерами СМЕРШа. Из нее видно, что майор Белошицкий был отправлен разведать обстановку по трем направлениям предполагаемого выдвижения колонны. Вернувшись, майор рекомендовал дорогу через Сдолбунов и Острог, как самый безопасный маршрут для поездки из Ровна в Славуту. Военный совет этот маршрут тут же в штабе утвердил, и полковник Семиков отправил в Сдолбунов в Студебеккер со взводом охраны. Однако генерал Пухов, командующий 13-й армией, прощаясь с генералом Ватучиным, посоветовал ему ехать через Новоград-Волынский, совсем по-другому шоссе. Естественно, что контрразведка, расследуя сам факт происшествия, допросила всех, кто остался в живых. Всех, и раненых в том числе. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но у меня сложилось впечатление, что Пухов, его член военного совета и член военного совета фронта Крайнюков, вот эти троица генералов, они, в общем-то, и склонили командующего поехать другим маршрутом. Генерал Николай Пухов, как бывший царский офицер, находился под пристальным вниманием НКВД. Судя по рапорту полковника Александрова, начальника отдела контрразведки СМЕРШа 13-й армии, именно Пухов был виноват в том, что кортеж Ватучина угодил в засаду. Он должен был предупредить начальника СМЕРШа о приезде командующего фронтом, чтобы контрразведчики подобрали наиболее безопасный маршрут. Но вместо этого Пухов сделал все, чтобы Александров не попал на совещание, которое проводил Ватутин. Он вызвал, Пухов я имею в виду, вызвал начальника контрразведки и дал ему ложные сведения, что КП штаба армии перемещается в другое место и приказал ему вместе с отделом контрразведки тоже следовать в тот район, где будет новое КП, и там расположиться. Естественно, контрразведчики собрали весь свой нехитрый скарб, в основном это документы, конечно. Погрузили все на машину, и колонна выдвинулась. И в момент приезда Ватутина начальника контрразведки армии в этом месте не было. И когда стало ясно, что Ватутин находится непосредственно на КП штаба армии, и Александров развернулся на своей машине и двинулся в обратном направлении. К сожалению, он приехал уже после того, как Ватутин и сопровождающие лица уже выехали по другому маршруту. Вот тот самый рапорт начальника СМЕРШ 13-й армии полковника Александра, который он написал в связи с расследованием по делу о нападении на генерала Ватутина. Дата 2 марта 44-го года. Читаем. Несмотря на то, что два раза обсуждался вопрос о безопасности и выборе маршрута, ни член военного совета Козлов, ни командующий генерал-лейтенант Пухов не вызвали меня, чтобы проинформироваться о безопасности маршрута. Более того. И потом полковник Александров высказал Пухову о неудовольствии с тем, что он ведь практически обманул его, помешав их встрече с генералом Ватутиным. Негодование начальника СМЕРШа вполне понятно. Кстати, объяснение поведению генерала Пухова историки не могут найти по сей день. Судя по донесениям контрразведки, в этой истории много странного. Причем не только поведение генерала Пухова, но и офицеров из свиты командующего. Так полковник Семиков отправил грузовик с охраной в одну сторону, а сам повез Ватутина в другую. Майор Белошицкий, услышав стрельбу за три километра от села Милятин, никому об этом не доложил, а продолжал двигаться по направлению к выстрелам. По документам СМЕРШа в объяснениях, там Семиков пишет как раз, что Белошицкий уже примерно понял, что происходит. Тем не менее, никаких мер, чтобы прекратить следование, он не предпринял. И более того, он даже, когда этот обстрел начался, он уже, я так думаю, практически уже понял, что это засада. И здесь немножко иначе было действие. Не то, что немножко, наверное, и кардинально иначе. Нужно было сразу разворачивать эти машины. Почему кортеж Ватутина не стал разворачиваться? Ответа на этот вопрос бывший следователь в документах СМЕРШа не нашел. И тогда на место происшествия отправилась наша съемочная группа. Ровенское шоссе. 70 лет назад этим маршрутом двигался кортеж Ватучина в сторону Новоград-Волынского. Выехав из Ровна, он остановился на перекрестке. Если верить воспоминаниям генерала Кройнюкова, который находился в одной машине с командующим, Ватучин приказал свернуть на проселок, чтобы сократить себе маршрут. Бросается в глаза открытое пространство, которое пересекал его кортеж. Безусловно, это была рискованная поездка. В темноте по свету фар, колонну машин видно издалека, и у тех, кто нападал, было время приготовиться. Узкая дорога с густыми зарослями по краям – идеальное место для засады. Понятно, почему машины, попадая под обстрел, не успевали тут развернуться. По словам ровенского краеведа, боевики УПА в тот день охотились на всех подряд, кто ехал по этой дороге, и не уходили, словно ждали крупную добычу. Именно в селе Мэлятин, где мы сейчас находимся, была сделана засада, в которую сначала попал обоз. Понятно, что в темноте разобраться, кто против кого и сколько с обеих сторон было очень трудно. Как вообще-то свидетельствовал один из захваченных позже повстанских руководителей, Евгений Басюк, активное такое огневое сопротивление на колонну Ватутина сделали только несколько бойцов. Евгений Басюк, он же Черноморец, был главным подозреваемым в покушении на командующего. Вот обложка его уголовного дела. Басюк отрицал причастность к преступлению, но приводил такие подробности, которые мог знать только участник нападения. Например, о том, что из брошенной машины бандеровцы забрали генеральскую шинель с документами на имя Ватутина. Про нее рассказывал потом следователю и другой задержанный, Федор Воробец, его псевдоним Верещака. Но такая важная улика органы госбезопасности почему-то не заинтересовала. Свои трофеи нападавшие передадут потом главарю краевого провода УПА по кличке СМОК, который через пять лет погибнет во время чекистско-войсковой операции. Цепочка оборвется, и расследование дела на этом закончится. Имя организатора засады на генерала Ватутина так и останется нераскрытым. В таинственной истории о нападении на генерала Ватутина есть еще одна загадка. И связана она с оперативными документами штаба фронта, которые находились у него в портфеле. Чтобы план наступательной операции фронта не попал бы в руки противнику, Ватутин отдал портфель своему офицеру-порученцу и приказал тому покинуть поле боя. После войны штабные документы всех фронтов было приказано сдать в Центральный архив Министерства обороны. Значит, карты и документы из портфеля Ватутина должны находиться там, если, конечно, офицер смог вынести их с поля боя, и они не достались врагу. Попробуем это проверить. В своих мемуарах Кройнюков подчеркивает, что оперативные документы не достались врагу. Их вынес из боя офицер штаба. Однако имени его автор воспоминаний не называет. Может, потому что спасти портфель не удалось? Такой вывод напрашивался сам, когда к нам в руки попал рассекреченный доклад Лаврентия Берии. 28 марта 44-го года нарком госбезопасности отрапортовал Сталину, что на территории Ровенской области установлена и ликвидирована банда Олег, причастная к нападению на Ватутина. На теле убитого главаря нашли дневник, цитату которого Берия приводит в конце своего рапорта. 29 февраля разбито две легковых машины, в том числе машина, на которой ехал Ватутин. Сам Ватутин ранен, захвачены документы и карты. Ватутин при всех обстоятельствах опытнейший штабник. Штабной работник. Он твердо знает правила. Поэтому он, когда переезжал на передовой командный пункт, он, кроме карты, которая ему нужна для ориентирования, он с собой этих карт не носил и не мог носить. Все необходимые карты и документы были у офицеров штаба, которые его сопровождали. Эти документы все оказались в сохранности. Чтобы проверить версию генерала Гореева, съемочная группа телеканала «Звезда» снова отправилась в Центральный архив Министерства обороны. Огромные карты Первого украинского фронта в портфель командующего поместиться не могли. Надо было найти документы, которые в сложенном виде занимали бы совсем немного места. Нам попадались карты чистые, без обстановки, и те, которых касалась рука командующего, когда он размашисто подписывал план операций. Но ни одна из них не уместилась бы в его портфеле. Поиски, увы, не принесли никаких результатов. Значит, карта действительно попала в руки бандитов. Разгадка ребуса нашлась в архиве ФСБ, где хранится блокнот начальника контрразведки фронта. Генерал Осетров по горячим следам записал туда показания полковника Семикова. На месте также осталась одна чистая карта масштабом 1 к 200 тысячам. Махмуд Гореев оказался прав. Ватутин взял с собой карту без обстановки, только для того, чтобы ориентироваться в дороге. Там же в блокноте Осетров укажет, как ранили командующего. Выстрелом из окна, как только он вышел из машины. Значит, это была не случайная пуля, прилетевшая издалека. По Ватутину стрелял снайпер. К поискам таинственного стрелка были привлечены все силы наркомата госбезопасности, в том числе его четвертое управление, которое занималось диверсионно-разведывательной работой за линией фронта. Спецгруппа «Тайга», подчинявшаяся лично генералу Судоплатову, имела задачу выяснить обстоятельства нападения на полководца. Группа «Тайга» в скорости уже 9 апреля 1944 года передала первые данные, которые она сумела собрать. По их версии, среди нападавших на Ватутина был лейтенант венгерской армии, искусный стрелок, который мог с 400 метров из винтовки влепить прямо в лоб противнику. По одной из версий, якобы он и произвел вот этот роковой выстрел в генерала Ватутина. То, что среди повстанцев, особенно в это время, были сотни военнослужащих германской армии и их союзников, это известный факт. Тем более, что с начала 1944 года втайне от повстанцев руководство АУН Степана Бандеры и УПА налаживает сотрудничество с Абвером, с Вермахтом в разведывательно-диверсионной сфере. Банды УПА вряд ли по своей воле устраивали засады, чтобы дестабилизировать положение в прифронтовой полосе. Кто-то координировал их действия, и в архивных материалах явно проглядывается тень немецкой разведки. Вот доклад партизанского штаба о соглашении представителей УПА с немцами. Вот перехваченный приказ батальона СС о переподчинении им украинских националистов. И таких документов много. Однако версию о возможной причастности Абвера к нападению СМЕРШ фронта проверять не стал, а историки переключили внимание на зловещую роль Сталина в судьбе полководца. Пищу для этого дал Хрущев в своих мемуарах, где прямо обвинил его в гибели Ватутина. Конечно же, Хрущев породил ряд небылиц, касающихся гибели Ватутина. Ну, в частности, чего стоит один миф о том, что Сталин запрещал использовать для лечения тяжелораненого Ватутина пенициллин. Редкое в то время лекарство, которое Советский Союз еще вынужден был покупать за золото за рубежом. Накапливались и другие мифы. Ну, например, Осерчав Новотутина за то, что был сдан Житомир в декабре 43-го года, Сталин якобы распорядился руководителю НКВД Лаврентия Берия подстроить гибель полководца, причем руками самой украинской повстанческой армии. Версию о том, что нападение Новотутина было подстроено советской стороной, следует отмести с самого начала. Мог ли Ватутин попасть попал? Полководец, с чего войска освободили столицу Украины, не получил никакой награды. Его армии, обескровленные во время форсирования Днепра, с трудом удерживали фронт, в то время как Манштейн бросал против них свежие танковые дивизии. Это была настоящая драма. Ставка требовала развивать наступление, но силы уже иссякли. И Ватутин был унужден оставить немцам Житомир, который совсем недавно был освобожден. Рокоссовский впоследствии вспоминал, Сталин приказал ему ехать к Ватутину, разобраться в обстановке и в случае необходимости вступить в командование фронтом. Как известно, этого не случилось. Ставки поймут, что сдав Житомир, Ватутин тем самым спас Киев. Однако после этого у командующего заменят начальника штаба, адъютанта и всю охрану. Конечно же, репрессировать Ватутина, отправлять его в опалу можно было очень легко. Арестовав, задержав, переведя на малозначащую штабную должность и так далее. Тем не менее, Сталин времен стратегических наступлений ценил новую плеяду полководцев, к которым, безусловно, относился и Ватутин. Что стоило официально привлечь Ватутина к ответственности или просто отстранить его от активного командования. Этого же не произошло, он по-прежнему руководил наиболее мощным фронтом, первым украинским фронтом. Раненого Ватутина было приказано доставить для лечения в Москву. Но этот приказ так и остался невыполненным. Хрущев снял генерала с поезда и сообщил Сталину, что Ватутин хочет остаться в Киеве, пока не наступит улучшение, и что врачи просят удовлетворить желание генерала, обещая создать такие же условия, как и в Москве. Правда о том, что Ватутин будет лежать не в госпитале, а на его даче, Хрущев не написал. Он знал, что в госпитале даже стены операционные имеют уши, а больной в бреду может сказать лишнее. Какую тайну он скрывал от Сталина? В госпитале ведь это воинская часть. И как любая другая воинская часть, обслуживалось управление контрразведки в оперативном отношении. И там была, естественно, агентура, и осведомители были контрразведки СМЕРШ. Но, естественно, на даче Хрущева, где ограниченное количество персонала, там, конечно, никакой контрразведки даже в виде нашей агентуры не присутствовало. Может быть, поэтому как раз и в деле о ранении товарища В, то бишь Ватутина, и нет документов о дальнейшем лечении Ватутина. Целый месяц раненый Ватутин находился в доме Хрущева. Обветшалый особняк в стиле неоренессанса до сих пор стоит в старом парке на Лукьяновке. Раньше тут били фонтаны, гуляли павлины и пели соловьи. А первый секретарь Компартии Украины разводил фазанов и даже держал корову ради парного молока. Кабинет Хрущева был в одной башне, а Ватутина разместили в другой, поскольку он сильно кричал от боли. Кричал, страшно кричал. Я помню, даже я бегала, там мы были с правой стороны, а я в левую часть бегала, и все равно там было слышно. И он на следующее утро приходил, Николай Федорович, вы себя безобразно ведете. Но неужели нельзя потерпеть? Каждый день он докладывал Сталину, что все в порядке. Нужно что-нибудь? Ничего не нужно, все в порядке. 23 марта у Ватучина резко ухудшается состояние здоровья. Его бьет лихорадка. Столбик Ртутина-градусники не уходит с отметки 40. Медики ставят диагноз – малярия. Заставляют больного выпить хину и делают противомалярийные уколы. Но когда анализ крови показал, что никакой малярии у генерала нет, они развели руками. Зная о простреленном бедре Ватучина, врачи даже не предполагали, что у того началась гангрена. Никому не пришло в голову снять гипс и осмотреть рану. Они до сих пор не могут поставить диагноз, сообщает Хрущев Сталину и просит прислать из Москвы квалифицированных специалистов. Там был наш знакомый врач, понимаете, который в свое время был в детском санаторе, а мой брат туберкулезник был. Так что мы еще знали с довоенных времен. И он говорил маме, Татьяна Романовна, там были даже черви. Ну как вы думаете? Почему медики, лечившие Ватучина, не распознали гангрену – большая загадка. Об угрозе ее возникновения предупреждал хирург из госпиталя в Ровно, который оперировал командующего сразу после ранения. Его диагноз переписал в свою справку начальник СМЕРШа фронта генерала Ситров. Врачи опасаются газовой инфекции. Обратите внимание, это предупреждение сделано еще 1 марта. Приехавший из Москвы профессор Шамов настаивает на ампутации. Но Хрущев пишет Сталину, что необходимость в этом уже отпала. Судя по его докладам, Ватутин до последнего боролся за свою ногу. 2 апреля Хрущев сообщает Сталину, что они не станут говорить больному про ампутацию, а только скажут, что будет еще одна операция. Но, как известно, Ватутина это уже не спасет. Всю вину за его гибель Хрущев потом возложит на Сталина. Он якобы запретил колоть генералу американский пенициллин, который мог быть отравлен. Если ознакомиться с документальным делом о том, как лечили Ватутина в оперативной зашифровке товарища Николаева, то мы увидим документ, схему уколов именно тем пенициллином, которым пользовали Ватутина, и вокруг которого Хрущев пытался построить целую легенду, как Ватутина залечили. Так почему же все-таки лучшие медики страны не смогли диагностировать у раненого Ватутина газовую гангрену? Ответ на этот вопрос могла бы дать его история болезни, которую по приказу наркома обороны полагалось заводить на каждого военнослужащего, независимо от воинского звания и должности, будь то простой красноармеец или командующий фронтом. В таком случае историю болезни должны были завести на генерала Ватутина еще вровно, в госпитале 13-й армии, где командующему фронтом сделали первую операцию после ранения. Значит, надо ее отыскать. В поисках истории болезни генерала съемочная группа звезды отправилась в Санкт-Петербург в архив военно-медицинских документов. На поиски нужных документов ушло несколько дней, но результатов не было. Сотрудники архива предположили, что историю болезни генерала могли на хранение и не сдать. Такая практика существовала. Но если он лечился в госпитале, то его должны были обязательно зарегистрировать в книге учета раненых и больных. Однако этих документов в архиве тоже не оказалось. Возможно, кто-то посчитал, что эту историю болезни надо уничтожить, там, к примеру, не сохранить, или она просто потерялась. Все может быть. То есть вы допускаете, что ее могли уничтожить? Нет. Я не допускаю, что ее могли уничтожить. Это просто оговорка. История болезни не уничтожалась, просто она могла потеряться. А существовала ли она вообще, эта история болезни? Ведь на даче Хрущева ее могли и не заводить. Мы этого, наверное, никогда бы не узнали, если бы вдруг не отыскали важного свидетеля. В начале 60-х Иван Косачев заканчивал военно-медицинскую академию, где профессор Шамов читал лекции по хирургии и рассказывал, как пытался однажды спасти жизнь Ватучину, предлагая ему ампутировать ногу. Когда Владимир Николаевич предложил Шамову операцию, он категорически отказался. Он попросил, чтобы он свой отказ записал в историю болезни. Ватутин написал от операции категорически отказываюсь и расписался. Состояние больного генерала Ватутина быстро ухудшалось. Поэтому было проведено три консилиума. Через каждый час консилиум во главе с Шамовом предлагал для спасения жизни оперативное лечение в виде ампутации. И все три раза генерал Ватутин категорически отказывался. И после последней записи, когда третий, он отказался, Ватутин сказал, больше этого доктора я видеть не хочу. И на этом функция главного хирурга Шамова закончилась. По словам Шамова, после консилиума он сразу же был арестован и самолетом доставлен в Москву. У него даже не было времени снять белый халат. его доставили в кабинет Сталина под конвои. И его смысл то, что историю болезни, которую он писал, он взял с собой. Он историю болезни предъявил Сталину. Сталин знал роспись Ватутина. Когда он посмотрел историю болезни, он вернул Шамову историю болезни и освободил его прямо в кабинете. Сказал, он не виновен, он свободен. И Шамова отпустили. В заключении он сказал, что история болезни это является документ. Помните, молодые доктора, об этом. Мне история болезни, поскольку я ее вел правильно, спасла жизнь. Значит, история болезни генерала Ватутина все-таки существовала. И после того, как побывала в руках Сталина, вряд ли уже могла затеряться в каком-нибудь архиве. Скорее всего, кому-то потребовалось ее потом уничтожить, чтобы избежать ответственности. Но кто мог решиться на такое? Врачи? Военные? Или партийное руководство? Хрущев был заинтересован, чтобы эта история болезни не осталась для истории. Зная его последующие действия, ведь это же не секрет, сейчас уже не для кого, что когда он стал руководителем страны и начал кампанию по развенчанию культа личности, он постарался уничтожить в архивах спецслужб, уничтожить те документы, которые компрометировали его непосредственно. То, что он творил в конце 30-х годов на Украине, да и после. Он очень такой был, скажем так, человек нелиберальных взглядов. И все же, кто виноват в гибели генерала Ватутина? Однозначно, в ответ на этот вопрос нет. Принято считать, что командующий фронтом погиб в результате случайного стечения обстоятельств. Но мы же знаем, что в нашей истории случайность крайне редки. И, возможно, когда-нибудь мы узнаем ответ на вопрос о гибели генерала Ватутина. И с этого дела будет снят гриф «Совершенно секретно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова